Сегодня день прощания, день траура. Мы пришли сюда, чтобы выразить наши искренние соболезнования сыновьям Миши, Жоре, дочерям, а также братьям и сестрам. Сегодня я задаю вопрос, разве было мало потерья Шурафа, как у Марковича, для вас, для ваших братьев и сестер, разве было мало, спустя 15 дней, потеря Надины мужа, Амирака. И вот сегодня вы прощаетесь, потеряли своего дорогого брата Мишака. Смерть всегда трагична, потому что она всегда, унося в вечность, дорогого и близкого тебе человека, на долгие времена оставляет в этом доме горе и слезы. На долгое время в этом доме царит тоска и страдания в бессонные ночи. Я вот смотрю, вот этот ряд, обреченные золотошейными халатами сидят сыновья, номера, домоты, это дали уважение памяти своего отца, своего Амака, своей дедушки. Мишака – это был удивительный человек, человек доброй, светлой души, человек, который всю жизнь он служил людям. Для него самое ценное – это была, прежде всего, семья. Испытал многие удары в судьбе того времени, но самый страшный удар он получил позже, после войны. Он потерял свою любимую жену. Жену – это было бесценное его богатство. Жена была его опорой, жена была его гордостью. Я думаю, что он потерял и свою дочь в возрасте совсем молодого возраста. Эти две удары судьбы очень были ядовиты и болезненны. Он согнулся, выпрямился, но до конца жизни раны, суровые раны, кровавые раны осталось в его сердце. И она кровоточила. Потому что часто в беседах он говорил о разных темах, он возвращался о смерти своей жены, о смерти своей дочери. Но сегодня, надо сказать, Мишака был очень доволен своими детьми. С сыновьями, вот здесь Миша, Жора, дочерями, думал то, он считал, что кериной своей дочери, думал ты, как своих сыновей. И, естественно, возникает вопрос, а был ли вообще счастлив дядя Миша? Я думаю, ответ должен быть положительный. Почему? Потому что у него была, вот недолго, но любимая, преданная жена. У него замечательные дети. Он нашел себя, как мужчина, в доме, среди детей, среди внуков, среди кериней-домотов и среди овлота. Наверное, дожил до 80 лет. И нашел свое место, в доме покоя вечный, рядом с своим отцом Маркирака и Михалака на святой земле Израиля. Рахматышам карбушат, мирхатабаганэйдин, илайм, ад, сол, банекик, игзара. Спасибо. Большое спасибо, Ержа Харьков, башет салават. Лох вит илайтия, лох вит илайкоп. Лох вит илайтия,